МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, и взволновала международную общественность. 26 апреля исполняется 28 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата провозглашена Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф в России, Украине и Беларуси. Памятные мероприятия, посвященные героизму пожарных, эксплуатационного персонала станции, военнослужащих, строителей, ученых, медиков, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошли и в Заречном. Горожане собрались у мемориала памяти жертвам радиационных катастроф. В ликвидации аварии в 1986-м участвовали более 300 жителей нашего города. Всем низкий поклон, здоровье. И самое главное, чтобы мы помнили об этой дате, чтобы это никогда не повторилось. Там никогда никто не думал, плохо тебе, хорошо ли тебе, нужно тебе туда идти, обязательно нужно было идти. Многие ушли уже в мир иной, так что память – это самое святое в жизни. Это не все. О чем еще расскажем сегодня в программе. Заменить незаменимых. Перед головой администрации стоят очень большие трудности. Переворот во власти. Вижу как бы снизу, хочется, чтобы и сверху было. Молодежи доверили ключевые городские посты. Я сейчас в таком возрасте, в котором я определяюсь своей профессией. Как в городе прошел день дублера. Бизнес-форум ЗАТА 2.0. Форум собрал порядка 80 предпринимателей. В Заречный приехали перенимать опыт. Не открывшись в чем-то, нельзя получить обратную связь. В чем преуспел наш город. Я точно знаю, что мы опережаем город Пензу. И каким должен быть бизнес. Застывшие в металле и камне. Вас ждет народной революции. Как Зареченцу поставили прижизненный памятник. Некоторые говорят, что он не похож. А мышь повторила судьбу питерского чижика-пыжика. Это что у нас за народ такой? Ничего святого нет. И где теперь гипсовый Аркадий Гайдар? Найти пока не можно. Госкорпорация «Росатом» провела в Заречном масштабный форум. На производственном объединении «Старт» прошло служебное совещание с заместителями генеральных директоров по безопасности предприятий и организации атомной отрасли. Участники совещания под руководством заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» Константина Денисова обсудили итоги работы блока безопасности и задачи на текущий и 2015 годы. По работе форума приняли участие также руководители основных департаментов, обеспечивающих безопасность объектов «Росатома». Департамента по защите государственной тайны и информации, департамента по защите активов, департамента физической защиты. Основную цель Всероссийского совещания заместитель гендиректора Госкорпорации Константин Денисов обозначил как централизацию управления всем блоком безопасности. И местом проведения форума был выбран Зареченский «Старт» как главное предприятие отрасли. «Мы проводим наше совещание на нашем базовом предприятии. Это первое. В нашем городе это второе, третье. Это уже как бы традиция. Это третье совещание. Но такое совещание, где мы собрали всех замок по безопасности от Камчатки до Калининграда и наших южных рубежей, оно, конечно, впервые». «За то время, которое прошло от предыдущего совещания, мы в области физической защиты, обеспечения безопасности продвинулись несколько вперед. Реализован большой комплекс работ по созданию системы контроля управления доступа на Олимпийских объектах. И можно доложить, что 20 миллионов входов, выходов было зарегистрировано за время работы. Реализован был комплекс работ по обеспечению физической безопасности автомобильных и железных дорог «Адлер-Красная поляна». Выполнена опытно-конструкторская работа в рамках ФЦП «Транспортная безопасность. Габарит». «И сделано много другого хорошего». Участники подчеркнули ведущую роль Зареченского научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники в создании средств физической защиты. Заместитель гендиректора «Росатома» Константин Денисов также отметил особое место НИКИРЭД в отрабатываемой системе централизации управления блока безопасности госкорпорации. Мы вырисовываем структуру именно. А в этой структуре, конечно, одну из основных задач, которые будет выполнять и ваше предприятие НИКИРЭД. Мы прекрасно знаем это предприятие, мы прекрасно знаем вашего руководителя предприятия первоинских. Я могу сказать, что это предприятие на очень хорошем счету, это действительно так. Они сделали прекрасную работу на, вот сейчас то, что проходили Олимпийские игры в Сочи, по линии госграниц они очень много работали и работают очень много на объектах физической защиты. В Заречном прошел масштабный бизнес-форум «ЗАТА-2.0» через управление знаниями к развитию бизнеса. В нем приняли участие представители органов местного самоуправления, структур поддержки предпринимательства и бизнесмены из Заречного, Сарова, Снежинска, Науральска и других закрытых городов. Формат форума позволил участникам обменяться опытом работы, бизнес-идеями и установить новые контакты. Об итогах форума мы говорим с директором бизнес-инкубатора «Импульс» Денисом Климановым. Денис, здравствуйте. Итак, бизнес-форум завершен. Наверняка уже можно подвести какие-то итоги этого события. Ну, форум завершен, да, есть свои результаты. Ну, одним из самых важных результатов, я считаю, это то общение, которое получили наши предприниматели. То есть форум собрал порядка 80 предпринимателей, не только из нашего города, но и из других городов. Зато это где-то чуть менее 30 человек приехало из других городов. Поэтому самый ценный результат этого форума, я считаю, это общение, которое получили предприниматели. На самом деле не только с другими предпринимателями из других городов, но и между собой. Наши предприниматели, к сожалению, не обладают многим таким временем свободным, чтобы даже просто пообщаться между собой. То есть одной из идей форума было как раз свести предпринимателей вместе, для того, чтобы они могли пообщаться как по своим проблемам, по своему бизнесу, так и порешать некие задачи в городском масштабе. Это вторая задача, она тоже решена. То есть рассматривались 6 проектов, были креативные идеи именно по решению проблем и решению задач каких-то именно города Заречного. Там выступали люди из других городов, они тоже высказывали свои предположения, свои предпочтения о развитии не только уже города Заречного, а вообще ЗАТО. Поэтому и форум назывался ЗАТО 2.0. То есть вот таких результатов достигли, достигли контактов, то есть договорились о взаимосвязях, встречах. И сейчас уже есть договоренность о проведении следующего форума ЗАТО 2.0 в городе Саров, ориентировочно где-то в октябре месяце. А насколько бизнесмены охотно раскрывают свои секреты и карты, ведь это же деньги все-таки, у каждого, наверное, свой секрет успеха есть. Насколько охотно они делятся своими достижениями с окружающими и насколько вообще это правильно и нужно? На самом деле секретов не так много. И предприниматель, который постоянно занимается саморазвитием, развитием своего предприятия и шагает в ногу со временем, в принципе, не делиться секретами, нет, ничего страшного, да? То есть он всегда рассказывает, потому что он всегда на шаг впереди. А если он не останавливается, развивается, он всегда будет на шаг впереди, да? Поэтому ему, ну, как сказать, нет такого, там нет такой надобности что-то скрывать, да? Наши предприниматели в большинстве случаев рассказывают о своих предприятиях, рассказывают о своих достижениях, рассказывают о своих работниках, своих производствах показывают и очень активно общаются до перенимая опыту других предприятий они не видят них конкурентов они видят в них как раз сотрудников и там помощников да потому что идеи как вы знаете можно почерпать вот везде да даже будучи на отдыхе а тем более на таком форме приехали другие люди с другими взглядами с другими знаниями всегда можно что-то почерпнуть поэтому не поделившись своей идеей не открывшись в чем-то да нельзя получить как бы обратную связь чем зареченцы если можно так сказать удивили гостей какие проекты презентовали что интересного может быть вы ответили сами удивили массовостью да удивили охотностью то есть предприниматели очень отзывчиво откликнулись на призыв поучаствовать в этом форуме и к сожалению вот были мы были на первом форме в сарове там мы не могли наблюдать столько много предпринимателей там были больше все-таки поддержки предпринимательства это работники администрации предпринимателей было ну меньшее количество да у нас же как раз наоборот предпринимателей намного больше то есть процентов 80 всех участников их было около 80 человек это составляли только предприниматели поэтому в этом я думаю что уникальность какие практики может быть уже такие реализованные были отмечены может быть вот в ходе этого форума потому что ну у нас заречь немало предприятий которые можно пускать тогда же ну являются некими такими флагманами может быть где-то в своих областях тот же самый лером по моему это такой второй по размерам предприятия заречного второй по объему налоговых отчислений предприятия ну и опять же тот же самый сенсор у каждого предприятия которые принимали участие какие-то свои особенности и какие-то интересные детали и проекты вот эти проекты сравнению допустим с другими участниками они как-то отличались может быть там где-то смотри как-то может быть поразить они конечно это уже более такие глобальные проекты да это можно сказать звезды как бы до нашего бизнеса но на самом деле на форуме презентовали не только звезд да они рассказывали о своих программах например сенсор рассказал о своей уникальной программе по социальной поддержке своих работников и жителей города да это и оздоровительные комплексы это спортивные комплексы этой спортивные команды то есть танцевальные команды то есть и для всех был огромным шоком что 2 до 20 процентов своей прибыли организация сенсор тратит на социальные вот эти составляющие для для поддержания как бы своих работников а в том числе и детей работников то есть и жителей города вот этот всех повергло в шок компания лером поразила своей масштабностью до что будучи начинающей компании мебельной когда она пришла в заречном до никого не секрет что она была раньше пенингской компании но для развития ей понадобились площади она перешла как бы и зарегистрировалась городе заречном и сейчас через несколько лет с 10 тысяч квадратных метров компания лером преобразовалась в 80 тысяч квадратных метров под крышей то есть это не земельный участок это цехов только цехов 80 тысяч квадратных метров плюс были презентации проектов бизнес инкубатора тоже тех малых компаний которые три года назад пришли в бизнес инкубатор и были на уровне идеи то есть у них не было ничего то есть один из проектов бизнес-кватор гейзер реально когда пришел инкубатор делал свое изделие в гараже он там и показал что вот три года назад я занимался в гараже и производил продукцию сейчас он занимает порядка двух тысяч квадратных метров на производстве на производственных площадях инкубатора и открою секрет сейчас он проводит переговоры с одной из танковых из танковых заводов на территории россии с контрактом в 60 миллионов рублей то есть это обеспечит его работу на два года вперед а таких заводов у нас 10 в стране то есть если просто предположить то это огромный пакет заказов то есть вот в этом была изюминка каждое предприятие себя показала вот стоя некой такой вот не просто как предприятие да ну мебельное предприятие лером да а именно с какой-то вот необычной стороны которая не свойственна всем предприятиям поэтому все предприятия смогли как раз увидеть ее с той неизвестной стороны потому что мы знали ну сенсор сенсор до производят для нефтегазовой промышленности а на самом деле он удивительно намного другим вот здесь и было преподнесено это даже наши предприниматели многие удивлялись да и они не знали это жители нашего города да они живут здесь общаютсяtin же и не знают на всех тех программах или о всех тех делах которые делают другие предприниматели в этом тоже огромная полезность данного формат ну можно каким-то образом измерить предпринимательскую активность допустим это если сравнить заречный и другие города вот система зато количество предпринимателей о нас на душу населения условно говоря ее в других городах оно как-то вот это есть измеряется каким-то оба ну да конечно Она измеряется. К сожалению, я не знаю показатель в других городах, но я точно знаю, что у нас показатель выше. Сейчас у нас показатель составляет 390 субъектов малого предпринимательства на 10 тысяч жителей. Я точно знаю, что мы опережаем город Пензу по этому показателю. И я точно знаю, что мы опережаем другие закрытые города. Ну что ж, Денис, большое спасибо, что согласились прийти к нам в гости, ответить на наши вопросы. Удачи всем вашим начинаниям. Спасибо большое. Заречный присоединился ко всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». На улицах города маленькие символы Большой Победы раздают сотрудники нашей телерадиокомпании. Акция под лозунгом «Я помню, я горжусь» проходит десятый год подряд. Сейчас в ней участвуют более чем в 30 странах мира. Встретить людей, раздающих георгиевские ленточки в Заречном можно в будни с 5 до 6 часов вечера в районе площади Ленина. Как отмечают инициаторы проведения акции, ее цель – стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Добрый день. День радиокомпании «Заречный». Проводим акции «Георгиевская ленточка». Конечно, можно. Спасибо большое. И вам спасибо за участие в акции. У меня сестренка есть. Ей на коляску мы цепляем. Ленточку повязываете? Да. А ты как? Я на рюкзак. Мы с друзьями едем на 9 мая, на 1 мая, на 9 мая в Грецию отдыхать. Будем обязательно, Ленточка, потому что 3 года. Хорошо. О том, какие еще события произошли в городе, расскажем в коротком дайджесте. В Заречном приступили к капитальному ремонту проезжих частей. В первую очередь полотно заменили там, где побегут участники губернаторской эстафеты. У нас приезжает около тысячи гостей 26 числа. Люди, которые ни разу не были в Заречне. И встретить их плохими дорогами, грязью, бумажками, неулыбчивыми жителями будет очень плохо. В городе завершился сезон ярмарок выходного дня. В связи с ранним наступлением теплой погоды, это весной, ярмарка города Заречного сезона 2013-2014 года завершает свою работу. То есть 26 апреля ярмарки уже не будет, в связи с тем, что мы вынуждены обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Лучший учитель в Пензенской области. Руководитель вокальной эстрадной студии «Десерт» и преподаватель музыки Зареченского лицея Анна Булик стала победителем областного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2014». У нас большая часть аудитории просто зарыдали в конце. Они просто зарыдали, дети не хотели уходить с урока. Я говорю, спасибо вам огромное, вы свободны, они стоят. И вдруг они ринулись ко мне и говорят, можно вас обнять? У меня такие глаза, в жизни никогда не было такой реакции. 55-й день рождения отметила Центральная городская библиотека. Многодетная семья Гриценко будет представлять Заречный в финале межрайонного конкурса «Успешная семья-2014». Православных верующих Заречного с Пасхой поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка провел праздничную службу в Воскресенском молитвенном доме. Марии Титовой присвоили звание мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Удостоверение и знак спортсменка получила из рук мэра Заречного на торжественном открытии чемпионата России в Пензе. Дорогая Маша, я очень рад и горд, что у меня есть такая возможность поздравить тебя с безумно высоким званием. Я хочу тебе сказать, что очень город Заречный, который где-то выросла, развелась, где делаю свои первые шаги в постельной карьере, очень любят и переживают тебя. В Заречном прошла военно-патриотическая игра «Орленок». Школьники соревновались в оказании медицинской помощи, разборке-сборке оружия, ориентировании на местности, пожарно-прикладном спорте и строевой подготовке. Прервемся на рекламу. Смотрите во второй части программы. Заменить незаменимых. Перед головой администрации стоят очень большие трудности. Переворот во власти. Вижу как бы снизу, хочется, чтобы и сверху было. Молодежи доверили ключевые городские посты. Я сейчас в таком возрасте, в котором я определяюсь своей профессией. Как в городе прошел День дублера. Застывшие в металле и камне. Вас ждет народной революции. Как Зареченцу поставили прижизненный памятник. Некоторые говорят, что он не похож. А мышь повторила судьбу питерского чижика-пыжика. Это что у нас за народ такой? Ничего святого нет. И где теперь гипсовый Аркадий Гайдар? Найти пока не можно. Быть ли в Заречном храму, зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром! Из-за нескольких неплотно закрытых кранов за месяц высыхает небольшой водоем. У тебя есть дом, семья, любимая работа. Не потеряй это! В Заречном произошла смена власти. На день кресла чиновников заняли вежливые молодые люди. Нет, это не переворот. Просто в городе прошел день дублера. Школьники и студенты на собственном опыте убедились, быть городским чиновником – это не только сидеть в кабинете и по селектору просить у секретаря кофе, но и ответственная работа. И от ее результатов зависит судьба людей целого города. В конце дня, сбросив с плеч груз ответственности, участники поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом. Да и остальные управленцы что-то не похожи на тех, кому привыкли горожане. 23 апреля в Заречном прошел тщательно спланированный переворот. Причем тайны из этого заговорщики не делали. Самозванцев набирали через средства массовой информации. Все основные мероприятия будут проходить с 21 по 30 апреля в рамках недели российского парламентаризма. И стать участником вот этого кульминационного действия может любой человек в возрасте от 14 до 30 лет, предварительно прислав анкету на электронный адрес всемсчастья.собака.лист.ру. На данный момент собрано 11 заявок и крайний срок подачи заявок до 20 марта этого года. В итоге удалось собрать группировку из 17 человек. Чтобы им было легче внедриться в государственные структуры, проводились специальные тренинги и занятия. Именно здесь мятежникам объясняли законы и механизмы функционирования административной машины, проводили специальные тесты и распределяли должности. Каждый из них четко знал, чего хочет. Я бы хотел в культуре, потому что я занимаюсь пением, я пою и хочу как бы в культуре себя попробовать. То есть курировать какие-то направления или что? Что делать? Ну, именно продвигать культуру в город Заречный. Для меня было интересно попробовать себя в роли главы администрации. Я наметил в себе такую цель. Ну и в итоге занял это место. Не больше, не меньше. После 10 занятий заговорщики решили, что полностью готовы к захвату власти и приступили к финальной части операции. 21 апреля в понедельник приспокойно пришли в администрацию и стали пристально наблюдать за теми, кого собирались замещать. Тут они и начали понимать, что управлять целым городом не так-то просто. Пришлось встать с первыми лучами солнца, чтобы успеть на традиционное утреннее выездное совещание. Но жажда власти была настолько сильна, что эти трудности дублеров не отпугнули. Я предполагал изначально, что это тяжкий труд, который от зари до зари, буквально круглосуточно. И подтвердилось все. Но очень интересно. Очень интересно, потому что наблюдать, как меняется город после каких-либо действий интересно. Изменять Заречный собрались не только молодые сотрудники предприятий и организаций, но даже школьники. Старшеклассник Владислав Башкицев уселся в кресло руководителя аппарата администрации Павла Пензина просто потому, что хотел найти себя. Я сейчас в таком возрасте, в котором я определяюсь своей профессией, ну и пытаюсь попробовать, чем... попробовать все свои возможности и уже решить, в чем будет мое предназначение. Это большой опыт, так как я дальше хочу идти на юрисдикцию и продолжать работу в администрации, если не в городской, то в областной. 23 апреля, когда зареченцы спокойно собирались в детский сад, в школу, на работу, мятежники оперативно заселились в чиновничьи кабинеты. Причем даже обзавелись специальными удостоверениями, чтобы все было легитимно. И начали строить воздушные замки и составлять амбициознейшие планы. И вот именно сегодня, я думаю, за день я успею сделать все возможное, чтобы наш город вышел на мировой уровень в плане экономики. А после того, как удалось взглянуть на заречный с высоты чиновничьего кресла, пришло понимание, что не все так просто. И по взмаху волшебной палочки или щелчку пальцев нельзя сделать все так, как хочется. Вижу как бы снизу, хочется, чтобы и сверху было, а вот теперь я нахожусь сверху и понимаю, что как... и что можно, и что хочется, и что не хочется теперь. Но отступать уже поздно, так что пришлось с головой окунуться в работу. Сейчас вот у нас перед совещанием есть время. Мы подготавливаем, набрасываем план дня молодежи нашего будущего. Потом мы пойдем общаться с молодежью по поводу наркотической пропаганды, антинаркотической пропаганды, и обратно сюда. Труднее всего пришлось самому амбициозному дублеру, который посигнул на кресло мэра города. Ведь то, что ты самый главный в администрации, от обязанностей не освобождает, наоборот, прибавляет забот. Ведь настоящий мэр должен все своевременно узнавать и вставать раньше всех, чтобы успеть все проконтролировать. Он отвечает за все. Поскольку наше законодательство не совсем четко разграничивает полномочия, перед главой администрации стоят очень большие трудности соблюсти все законы. Заговорщикам удалось продержаться день. К вечеру справедливость и законный порядок восторжествовали. Полномочия и кабинеты вернули законным владельцам. Содеянным никто из мятежников не раскаялся. Молодежи вообще как бы надо что-то новое пробовать. И зачем стоять на лавочке, пить, допустим. Пусть себя в чем-то реализуют. В жизни всегда пригодится. Этот проект, как и любое местное самоуправление, оно дает шанс молодежи высказаться. То есть, если работники администрации смотрят под это одним углом зрения, то молодежь видит все немного иначе. И поэтому они могут предложить нести какие-то интересные идеи, которые в дальнейшем администрация уже, может быть, даже посчитает нужными применить. Оказывается, делали они это все исключительно на благо родного города и порядка, и польза для. Пожалуй, только это и позволило мятежникам уйти безнаказанными. А еще до нас дошла информация, что в следующем году переворот повторится. Чувствуете в себе силы для участия в таком мятеже? Начинайте готовиться прямо сейчас. Заречный город маленький, но все же свои достопримечательные места есть. Я имею в виду памятники. В городе их более десятка, и у каждого своя история. Например, мало кто знает, что первоначально Ленин должен был стоять на высоком постаменте и не в пиджаке, как сейчас, а в пальто. Да и в какой стране светлое будущее, то есть куда будет указывать вождь, тоже долго решали. Все тайны бронзового вождя, а также других памятников, в том числе и забытых, в репортаже Алины Филипповой. Площадь Ленина, центр Заречного, его лицо. Здесь все выполнено по строгим советским архитектурным нормам. Вот городская администрация, вот просторная площадь для демонстраций, возвышение для высокопоставленных лиц и, конечно же, памятник вождю народной революции. Такой молодой и юный октябрь впереди... Бронзовый Ленин появился в городе 5 ноября 1969 года. Аккурат к знаменательной дате – столетию со дня рождения идеолога коммунизма. Над проектом трудились почти пять лет. Все усложняли строгие требования, которые предъявляли к архитекторам. Ведь дело было политически важное. Первоначально предполагалось, что бронзовая фигура и пьедестал будут одного размера. Однако это не понравилось проектной комиссии. Поэтому архитекторам пришлось уменьшить пьедестал почти вдвое, чтобы вождь действительно возвышался. Затем та же проектная комиссия посоветовала Владимира Ильича переодеть. Поэтому Зареченский Ленин лишился кепки. Сменил плащ на пиджак и вынул руку из кармана, положив ее на лацан. Авторы проекта рассказывают, что проблемной оказалась и транспортировка в город уже готового бронзового Ленина. Его вытянутая левая рука никак не проходила под мостом. Пришлось даже немного спускать колеса у грузовой машины, в кузыре которой и ехал в Заречный Ильич. Та же рука стала причиной еще одного курьеза. На открытии памятника покрывало зацепилось за палец вождя. Есть у Зареченцев один неразрешимый спор, связанный как раз с памятником Ленина. Точнее с его левой рукой, которая призывает к светлому будущему. Причем направление у светлого будущего менялось вместе с застройкой города. Сначала горожане думали, что Владимир Ильич приглашает их сходить в пив-бар. Затем построенный ЗАГС. А вот жители этой девятиэтажки свято верят, что Ленин приглашает всех зайти к ним в гости. Неоднократно поднимался вопрос о том, стоит ли оставлять в центре города памятник. Пока тех, кто за Ленина, больше. Но кто знает, не постигнет ли бронзового вождя участь некоторых ныне забытых извояний. Этой фотографии почти 16 лет. На ней 223-я школа, пришкольная площадь, клумба, памятник Гайдарову и маленькая первоклашка. Первоклашка выросла, стоит перед вами. Школы, увы, больше нет, но здание осталось. Осталась и пришкольная площадь. Вместо клумба, правда, появился роллер-парк. А вот памятник Гайдару, увы, исчез. Заместитель директора музейно-выставочного центра Виктор Кладов памятник классику советской литературы прекрасно помнит. Рассказывает, что имя Аркадия Гайдара носила и сама 223-я школа. Тяжелая судьба была у памятника, потому что буквально сразу же после его установки начались проблемы, связаны с тем, что именно те самые учащиеся, вот 223-я школа, которая изначально была восьмилеткой, потом уже ее сделали, вот, среднее образование полностью здесь можно было получить. Эти учащиеся, они периодически подшибали вот у бедного памятника, то нос, то, значит, какие-то еще другие школы делали. Не знаю, за что они его не любили. Может быть, просто хулиганили потихоньку. Не очень нравился памятник и архитекторам. Виктор Юрьевич рассказывает, что на самом деле, по их задумке, на страницах раскрытой книги должны были написать цитаты из рассказов Гайдара, как наставление молодому поколению. На деле же ни цитат, ни благоговейного отношения от молодого поколения каменный Гайдар так и не увидел. Было принято решение от этого памятника избавиться. Тем более, к этому времени уже появились смолитовые панно на внешних фасадах школы. Ну, вот, как бы, композиция архитектурная, она уже была оформлена. Памятник, в общем-то, мозолил глаз. Вот убрали, и как архитекторы, профессионалы говорят о том, что бывают совершенно неудачные композиции. Демонтировали памятник в 2009 году, когда закрылась и сама школа. Теперь в ее здании молодежно-досуговый центр «Ровесник». Его директор Андрей Трифонов уже не первый год занимается поисками Гайдаровского бюста. Мы узнавали, но пока, скажем так, найти, где это находится, сам памятник демонтирован, пока не можем найти его. Но после переноса скейтпарка, то сейчас осматривается вопрос переноса скейтпарка в внутридворовую территорию, возникла идея вернуть памятник на центральную площадь. То есть как-то облагородить это место. Но пока технически, скажем, не знаем, как это сделать. Покрылся народным забвением еще один монумент из Зареченского прошлого. Стоял он на месте нынешнего памятника Михаилу Лермонтову. Сейчас от Стеллы в честь 50-летия со дня основания комсомольской организации остались лишь фотографии. Шестиметровую конструкцию проектировали и делали своими же руками после работы сами комсомольцы-заводчане. Украшали Стеллу металлические листы с выбитыми изображениями и вверху сиял прозрачный куб. Причем вот этот вот куб верхний, он должен был быть именно с подсветкой, что, в общем-то, его здесь ярко выделяло из-за остальных объектов. И вот, к сожалению, бывает так иногда, что не все получается. Вот эту подсветку организовать не удалось. И, как вспоминают стражилы, в темное время дня памятник сливался с окружавшими усоснами. Уже не первый год в нашем городе проходит симпозиум скульпторов «Поэзия созидания». Шедевры, созданные художниками-архитекторами, украшают наши улицы. Действительно, Зареченский памятник создали скульпторы из Петербурга. В мраморе они запечатлели молодых горожан. Вышел посмотреть, что делают вообще. И она подошла ко мне и спросила, который ей подходящий на ужин был рост. Она спрашивает, какой рост у меня. Сказала, метр восемьдесят. Она говорит, то, что мне и надо. Так незатейливо Дениса Широкова и вписали в историю. К самому себе в мраморе юноша относится более чем спокойно. Рассказывает, даже фотографию с памятником сделан не сразу, да и то всего одну. Реакция у друзей и знакомых на его каменную копию противоречивая. Некоторые говорят, что не похож там. Не знаю, некоторые говорят, что знакомы, друзья. Говорят, да, похож. Памятник пропуску или как называют его создатели и инициаторы. Арт-объект пропуск появился в Заречном недавно. Открыли его в прошлом году на День города. Главная мысль памятника, что даже крохотная мышь не проскочит без документов через Зареченскую проходную. Гражданам памятник сразу понравился. Фотографии с ним заполнили соцсети. Однако свою своеобразную любовь к архитектуре памятник успели выразить и вандалы. Вот сволочь. Кошмар какой, а? Это что у нас за народ такой? Ничего святого нет. Все рвут. Таким образом почти полгода назад реагировали горожане на пропажу бронзовой мышки. Ночью ее спилили хулиганы. Прапорщик почти месяц простоял в одиночестве. Автору проекта пришлось заново отливать мышку. Когда она стояла на штырьке технологическом, сварки было мало. Просто она была прихватена, чтобы нельзя было провернуть. Это делается от хулиганов, будем говорить. Руками это сломать невозможно. От вандалов пострадал и самый дорогой для зареченцев памятник – обелиск Победы. Ужаснее всего, что непристойными рисунками его осквернили подростки. Видимо, хулиганы, да и просто равнодушные, зачастую забывают, что слова «память» и «памятник» родственные. Каменные и бронзовые громады – это немые напоминания потомкам о том, чего нельзя забывать. Ведь, как известно, ничто на земле не проходит бесследно. Поэтому узнать их историю и уважительно относиться нужно не только по праздникам, но и всегда. Алина Филиппова, Багжис Граневичаев, телерадиокомпания «Заречный». На этом все. Хороших вам выходных и только приятных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова